«Что ты сказала?» – рявкнул Олег Бобылёв, заместитель директора рекламного агентства «Клевер», глядя на секретаршу. Вика, которая в эту секунду надевала трусики, замерла. Красные кружевные стринги тоже замерли в районе коленок. Вика и Олег были любовниками. Да-да, вот такое клише – босс и секретарша. Однако Олег считал, что секретарши созданы для двух вещей – варить кофе и ублажать начальство. Поэтому он нанимал на работу только смазливых и длинноногих девиц, желательно без зачатков интеллекта. Если любовница начнет думать, то это никуда не годится. Собеседование на работу у него тоже проходило по единому сценарию – с осмотром внешних данных, ощупыванием коленок и интервью в горизонтальном положении. Зато платил он хорошо, исправно. Вот и сейчас у босса и секретарши случилось рандеву на офисном диване. Диван был новый, куда больше и удобнее предыдущего. Помнится, когда приехали грузчики, чтобы забрать старое ложе, его бывшая секретарша Настя влетела в его кабинет, раскрасневшаяся и изумленная, да как выдала. «Олег Павлович, вы что, собираетесь меня увольнять?» «Ты с чего решила?» – удивился мужчина. Анастасия топнула ножкой, обутой в туфельку. «Как это? Вы же диван убрали!» Вот уж Олег тогда знатно похохотал. Правда, Настю он все-таки уволил. Она стала к нему липнуть, намекать на отношения за пределами офиса. После нее он нанял Вику. Однако сейчас ему было не до смеха. Его блондиночка, голова которой служила исключительно для создания причесок, после жаркой и страстной сцены на офисном столе, болтала в своем обычном режиме, то есть в режиме монолога. Обычно Олег лишкивал и пропускал слова Вики мимо ушей. Однако сейчас все в нем встрепенулось, всколыхнулось. Вика выдала слово, которого Олег боялся, как огня. Начиналось на «Б», заканчивалось на «А». «Повтори!» — потребовал Олег, бледнее и натягивая брюки. «Ты беременна? Как? Почему? Ты же пьешь таблетки, и я предохраняюсь!» «Ты чего кричишь, Олежа?» — насупилась она. «Я же не про себя, блин, чем ты слушаешь, Масик?» Масик, в котором было 100 килограммов агрессии, а кубики пресса стыдливо прятались далеко под жаровыми складками, выдохнул. «А про кого тогда?» Виктория пожала плечами. «Я же говорю, что понятия не имею, просто в нашем туалете увидела несколько тестов на беременность. Я выбрасывала бумажное полотенце, а там в мусорной корзине и упаковки, и сами тесты, все положительные, так что в компании точно кто-то беременный». Вика была той еще сорокой-сплетницей, так что она, как верный гонец-доносчик, доставляла замдиректору все свежие слухи. Некоторые из них были даже полезными. Так, когда Олег узнал о том, что кто-то в компании нацелился на декретный отпуск, то живо набычился. Стоит сказать, что Олег вообще не особо любил женщин. Он бы с огромным удовольствием вернулся в прошлое, когда бабы знали свое место. Где же оно было, по версии Бабылева? Конечно же, на кухне, у Мартена. Женщина, считал Олежек, должна была просыпаться и сразу надевать белоснежный фартук, можно даже на голое тело. Уходить с кухни можно было только, чтобы постирать вещи в ванной, погладить мужику рубашки, сбегать за свежими продуктами, да исполнить супружеский долг в спальне. Вот таким было видение идеальной семьи у Олега. Может, поэтому он в свои 40 лет еще не был женат, а перебивался интрижками с подчиненными. Кто знает. Однако сейчас Олег напрягся. Дело в том, что он метил на место директора. Сюда его год назад пристроил знакомый и бывший зам Соболев. Не просто так, по доброте душевной. Дело в том, что у Олега был на него компромат, способный разрушить долгий брак. Поэтому Соболев и расшаркался перед владельцем агентства, поклявшись чуть ли не матерью, что Олег – идеальный кандидат на роль зама. А сам уволился. Сам директор Лев Николаевич отбыл в другой город. Там он с нуля основывал такое же рекламное агентство. И теперь Олег надеялся, что по возвращению директора он получит место директора там или здесь. Плевать, собственно, где. Олег старался. Он писал Льву Николаевичу отчеты, и показатели были прекрасными. А то, что он держал работников в черном теле, словно рабов, домухлюет с документами, об этом он умалчивал. И теперь из-за выхода работницы в декрет могли вскрыться его махинации со страховыми отчислениями. Такого он позволить не мог. «Так, Викуся», – заявил мужчина, почесав подбородок. «Даю тебе партийное задание. Узнай, кто залетел. Чем быстрее, тем лучше. Поняла меня?» Вика просияла и закивала, преисполненная чувством собственной важности. Раньше Олежек ей ничего не доверял, а тут такая миссия. Нацепив, наконец, стринги и спрятав их под узкой юбчонкой, Вика убежала выполнять поручение. Новости она принесла спустя несколько дней. Выглядела Вика гордо, смотрела на своего масика, как верный пес, ожидающий, что его почешут за ушком и дадут сахарную косточку. Узнать все было сложно, оказалось, что беременная наша Тихоня, Морозова Света. Женщина замялась, потом добавила. «Знаешь, она славная и выглядит расстроенной в последнее время». Олегу было плевать, как выглядит Света. «Морозова?» – нахмурился шеф. «Уверена?» «Да, я была в кабинке туалета и подслушала ее разговор по телефону с мамой», – отстраненно заметила Вика. «Опять туалет», – проворчал Олег. «Девки туда вообще по нужному делу ходят». Затем он нахмурился. Извилины напряглись так, что даже вена на виске вздулась. «Короче, надо будет эту Светку уволить, однако не просто так, а чтобы за дело подставить. Сделаешь? Подкинь ей что, удали проект с компа, ну придумай». Виктория поерзала на диване, чувствуя себя неуютно. Она была глупенькой, но не злой. «Зачем увольнять и обижать ее?» Она вспомнила, как однажды Морозова помогла ей. Вика прекрасно знала, что в коллективе ее недолюбливают. Впрочем, у коллег были на то причины. Зарплата у нее была больше, а вот обязанностей не было вообще. Также ее подозревали в том, что она стучит начальнику на их промахи. Однажды Вика услышала, как ее назвали подстилкой Бобыля и секретуткой. Две сотрудницы, стоя рядом с кофемашиной, обсуждали похождение Виктории. Вика хотела вмешаться, указать им на их место, но Морозова встряла раньше. Она пришла за стаканом воды и строго отчитала сплетниц. «Зачем вы обсуждаете человека за его спиной?» Нахмурилась Светлана. «Знаете, как говорят, те, кто тратит время на обсуждение чужой жизни, вероятно, недовольны своей. Подумайте об этом». «Но мы же говорим правду!» Возмутились коллеги. «Какая разница? Разве вас это касается? Вы на рабочем месте, так работаете. Или нам повышают оклад за то, что мы работаем языками?» Парировала Света. Сплетницы, фыркнув, разбежались по рабочим местам. Затем она обернулась, и из-за угла ей навстречу вышла Вика. «Не надо было за меня заступаться, я привыкла к подобным нападкам», заявила она, скрестив руки на груди. «Я красивая, поэтому женщины меня терпеть не могут, так даже в детстве было». Света удивилась, но затем улыбнулась, кивнув. «Прости, я не должна была вмешиваться, просто я не люблю, когда о ком-то говорят плохо, а еще то, что ты красивая, не дает им повод злословить. Я тоже вижу твою красоту, но ты мне нравишься». Она еще раз улыбнулась Вике и, кивнув на прощание, пошла работать. Морозова работала в их компании маркетологом. Морозова также была единственным человеком, кто поздравил Вику с днем рождения. Даже Масик об этом забыл, а Света помнила. «Ты что, дура?» Фыркнул Олег. «Не задавай глупых вопросов. Была бы моя воля, и я бы баб вообще на работу не брал. Ишь, выдумали. Сначала им нужны были штаны в гардеробе, затем возможность учиться, самореализация, а еще права разные. Тьфу! Сами же устраиваются на работу только для того, чтобы выплаты потом получить и три года нифига не делать». Вика скуксилась, покачала головой. «Это неправильно». «Неправильно, Вика, получать зарплаты, потому что ты делаешь хороший горловой», хмыкнул мужчина, не заботясь о выборе слов. Щеки Вики вспыхнули. Она открыла рот, чтобы парировать, но затем замолкла. Стало мерзко. Если честно, она думала, что нравится Олегу. Он же видел в ней кусок мяса. Бабылев же, потирая ладони, словно жук, продолжил. «Мы сделаем так, что ее можно будет уволить по статье, либо она сама напишет заявление». Сказано – сделано. Олег, который и до этого был мерзким руководителем, сделал из Морозовой козла отпущение. Он стал ее постоянно штрафовать, нагружать работой сверх меры, а если она начинала жаловаться, то парировал едко. «Светочка, может, ты уволишься, если не справляешься?» Света хмурилась, но терпела эти удары судьбы. Она привыкла к трудностям, да и негодяев встречала не в первый раз в жизни. Позже Олег сменил тактику. Мужчина пытался уговорить коллег Морозовой писать на нее докладные. Мужчины и женщины, которых он приводил в кабинет, были в ужасе. Светочку все в коллективе обожали. Никто не мог слова плохого про нее сказать, не то, что изложить на бумаге. Да и Вика, дура пустоголовая, не пожелала подставлять Светлану. Заупрямилась. Олег подумывал и ее уволить. И вот в одно утро четверга Олег пригласил Морозову в свой кабинет. «Я знаю, что ты беременна», – заявил он прямо, устав от игр. Света покраснела, смутилась, затем она кивнула. «И почему ты скрывала?» – надменно спросил мужчина. «Я не скрывала?» – удивилась Светлана. «Просто срок маленький, а говорят же, что счастье любит тишину, поэтому и решила пока только близким сказать маме». «Ну, знаешь, такие секреты влияют на всю компанию», – распылялся мужчина. «Ой, об этом не переживайте», – улыбнулась Света. «Я все обдумала. Когда появится ребенок, я планирую продолжить работать из дома, первое время. Как он подрастет, то мне поможет мама. Понимаете, нам очень нужны деньги. Вы же не знаете, но у меня нет мужа, и…» Слушать жалобы Света Олег не собирался. Плевать ему было, от кого эта бабенка залетела и почему не смогла оставить мужика при себе. Он небрежно махнул рукой, затыкая женщину. Света замолчала. Она смотрела на начальника, искренне не понимая, чего он добивается. И вот Олег выложил карты на стол. «Увольняйся». «Что?» – опешила Света. «Уволься сама, иначе я уволю тебя по статье с отвратными рекомендациями, когда родишь. Тебя на приличное место в жизни не возьмут. Либо, что более вероятно, я тебя просто выживу из коллектива, выдавлю, как гнойный прыщ. Я таких баб, как ты, терпеть не могу. Я же знаю, что будет дальше. Постоянное больничное и пренебрежение обязанностями. Мне не нужны такие люди в команде». «Но это не честно. Я всегда выполняю планы и все поручения, даже с лихвой». Света покраснела до кончиков ушей от досады. «Я работаю в компании почти два года, и ни одной жалобы не...» «Молчать!» «Ты на кого голос повышаешь?» – вскочил Олег, а живот его уперся в стол. «Я дал тебе выбор, можешь оставаться, если хочешь, но поверь, я завтра же распущу о тебе такие слухи, что ты не сможешь от экрана компьютера голову поднять». Света хотела бороться. Она знала, что правда на ее стороне. Она могла бы обратиться в суд, однако в следующий миг кровь отхлынула от ее лица. Она ощутила резкую боль внизу живота. Рука ее вспотела и задрожала. Светлана коснулась живота и спуганно посмотрела вниз. Врач, на осмотре у которого она недавно была, велел ей поберечь себя. Он сказал, что сейчас самый опасный период в ее жизни. Будущая мама поняла, что не стоит эта игра свечи. Если она останется здесь, то просто потеряет малыша. Она и так пережила слишком много. «Хорошо, я уволюсь. Довольны?» – прошептала она, а в голосе дрожали слезы. Она пулей выскочила из кабинета, с грохотом захлопывая за собой дверь. Слезы душили и слепили Светлану настолько, что она не заметила свидетеля этой сцены. Вика по своей привычке совала нос в чужие дела, стояла у двери и слышала каждое слово. Когда она увидела слезы Светы, в душе ее что-то щелкнуло, сломалось. Да, может, она и была пустышкой, куклой, как ее прозвали, только вот душа у нее все же имелась, как и совесть. «Это я виновата, я во всем виновата», – сокрушенно пробормотала она. Поэтому Вика, сжав кулаки, промаршировала к коллегам, намереваясь устроить революцию. Дело в том, что Виктория была хороша не только в сплетнях, она умело плела интриги. В голове секретарши уже возник план. Едва начальник ушел, как Вика собрала всех в кабинете для совещаний и охотно расписала слушателям, насколько гнусно себя повел Бобылев. И что греха таить, дамочка даже добавила пару фактов от себя, чтобы сделать историю краше. «Боже мой!» – ахнула Диана, прижав руку к губам. «Бедная Света! А почему она без мужа собирается ребенка растить? У нее же он был. Жених, вроде. Помню, она кольцо носила». Нахмурилась Марина, юрист. «Может, расстались? Мужчины они такие, бегут с корабля». Буркнула Дина. «Слушайте, а разве это законно?» – задумчиво поскреб щетинистый подбородок Сашка. «Ну, разве беременных вообще можно увольнять, а, Мариш?» «В том-то и дело, что нельзя», – сетовала Марина. «Вот он ее и выдавил, бедняжку. Я думаю, мы должны идти в суд». «Скандал будет!» – вздохнула Леся. «А где она сейчас?» – вспомнила главная героиня драмы «Редактор». «Я ее не видел целый день». «Так уволилась же, получается», – уныло сказала Марина. Публику накрыла тишина. Каждый думал о своем, но все о Светке. Милой молодой женщине, что всегда была ответственной и спешила на помощь в трудную минуту. «Знаете, Света мне как-то помогла», – подал голос скромный юноша Олег, который работал сисадмином. «Я даже уволиться хотел, меня Бабылев доставал. Она же меня отговорила, стала помогать. Не в работе, конечно, просто, если раньше я шел в офис как на каторгу, то потом, благодаря Свете, спешил с радостью. Она меня подкармливала домашним печеньем даже. А со мной она делала рекламный проект для фирмы Капля. Сидела до ночи, хотя не должна была», – призналась дизайнер Олеся. «Помню, что заказчик, тот чокнутый дядька, которому все не нравилось, раскритиковал очередной дизайн. Все тогда ушли, а меня Бабылев назвал никчемной и криворукой, сказал, чтобы я все исправила до утра. И вот я, глотая слезы и сопли, осталась в офисе. Было темно и страшно, как вдруг слышу, идет кто-то. Я струхнула, схватила то, что под руку пришлось, кружку. Да чуть не кинула ее в обалдевшую Светку. Она же, знаете, что сделала? Она сходила в китайский ресторанчик и принесла две порции лапши. Села рядом и помогала вносить правки. Мы закончили заполночь, а утром проект наконец утвердили. А она как-то сидела с моим сыном, представляете? Сама предложила. Подала голос бухгалтерша Зиночка, всхлипнув. Я в больницу попала, помните? Так она забрала Владика к себе на целую неделю. Шепот воспоминаний перерос в гвалт взбудораженных голосов. Все перебивали друг друга, рассказывая, какая света чудесная. И тут Виктория обвела сотрудников взглядом и сделала внезапное заявление. «Вы как хотите, а я не буду оставлять все как есть. Завтра приду к шефу с новостями», – заявила она, вздернув нос. «Это какими?» – нахмурилась Зина. Вика игриво улыбнулась и рассказала про свой план. Олег чувствовал себя победителем. Однако на следующее утро, когда он пришел в офис, насвистывая модный шлягер, мужчина встретился с бунтом на корабле. Рядом с его кабинетом собрались все. Вообще все. Столько сотрудников за раз Олег не видел даже на новогоднем корпоративе. «И что за делегация?» Обвел Бобылев всех хмурым взглядом, а затем протиснулся к дверям в кабинет. «Дайте пройти!» Толпа раступилась перед ним, как море перед Моисеем, но затем снова сомкнулась. Более того, вся компания ринулась следом за Олегом. Мужчина сел за стол. «Ну и?» «Чего требуем? Повышение зарплаты?» Сцедил он мрачно. «Нет, мы ничего не требуем. Мы к вам с прекрасными новостями!» Вышла вперед Диана Скворцова. Она махнула какой-то бумажкой в воздухе, как флажком, затем положила его на стол перед начальником. «Вот!» «Это что?» Олег мазнул взглядом по справке и охнул. «Что?» «Да-да, я беременна!» Заявила Диана, положив ручки на плоский живот. Срок еще маленький. Другая девушка Маринка, подтолкнув подругу локтем, стала что-то искать в сумке, а затем бросила на стол начальника полоску теста на беременность. «Вот, глядите, сегодня утром узнала!» Пропела она. «Чудо, правда?» «У меня же даже парня нет, а я забеременела!» «Наверное, воздух в офисе особенный!» Стали подтягиваться и другие женщины. Они радостно улыбались, наивно и честно глядели в глаза начальнику, демонстрировали справки и тесты. Даже уборщица Зоя Львовна, которой было сто лет в обед, деловито сообщила. «Я тоже ребенка жду!» Она, кстати, не лгала, Зоя ждала ребенка. Внука обещали привезти на каникулы. Однако главным ударом в спину для Бабылева стал поступок Виктории. Накручивая на палец светлый локон, она скромно глянула на любовника и заявила. «Олежек! Ой, в смысле Олег Павлович! Я тоже жду ребенка! Как вы думаете, кто отец?» Олег смирил Вику взглядом, в котором читалось нечто среднее между «И ты, Брут!» и «Догори оно все синим пламенем!» Сбоку заржали мужики. Олег мигом кинулся на них. «А вы, вы какого хера тут делаете? Тоже беременны? Чудо какое!» Заорал Олег на толпу веселых мужчин. «Так вам нужно не тут стоять, а занимать очередь на премию Чаплина!» Мужчины переглянулись, но ничуть не смутились. «Нет, среди нас беременных нет», заявил Виталик. «Только вот наши девушки и жены беременны, представляете, мы решили уйти в декрет по уходу за ребенком вместо них». «Чего?» То ли застонал, то ли замычал Олег, вытаращив покрасневшие глаза с лопнувшими капиллярами. «А что, по закону мы имеем на это право, будем папочками в декрете». «Да вы все лжете, и это легко доказать!» всплеснул руками Олег. «Ваши справки липовые, и уберите эту дрянь с моего стола!» Он смахнул гору тестов на пол. «Ну, доказывайте!» скрестила на груди руки Виктория. «А я докажу, что вы превышаете полномочия. Расскажу, на каких условиях меня взяли на работу». Олег побагровел. «Зачем вы устраиваете этот цирк? Я же всех уволю и глазом не моргну. Думаете, не смогу? Думаете, что вы незаменимые?» орал он. «А вы думаете, что справитесь без нас?» вскинул бровь один из работников, Василий. Бабылев прекрасно понимал, откуда дует ветер. Однако он решил не идти на поводу толпы. Один раз пойдет на уступки, так они начнут веревки из него вить. «Они же все твари!» «Тупое стадо!» «Что же, раз вы такие умные, то валите отсюда!» Сцедил он. Толпа немного напряглась. Бабылев посмотрел на них со злорадством. Он знал, что в его руках власть, деньги, а значит, судьбы этих плебеев. «Не слышали? Вы уволены!» Снова повысил он голос, но затем словно бы остепенился. «Хотя, слушайте сюда, может, я и забуду о вашем проступке, потому что я хороший начальник. Однако, если еще кто-то придет на работу со справкой о беременности, то может прикладывать к ней заявление на увольнение. Усекли? Вон!» Кабинет очень скоро опустел. Олег, тяжело дыша, упал в свое роскошное кресло. «Вот же паскуды!» Прошипел он, едва ли не капая слюной на стол. «Твари неблагодарные! Третий сорт людей! Кем себя возомнили? Я вам, я вам покажу!» Будете знать, как концерты закатывать. «Всех оштрафую!» Он оттянул шеи галстук и нажал на кнопку вызова секретарши. Только вовремя вспомнил, что Вика тоже была в толпе бунтарей. «Гадина!» Рявкнул мужчина. «Ну ничего, я все равно от тебя уже устал». Затем Олег собрал вещи и уехал. Компания «Клевер» простаивала целый день. На звонки заказчиков никто не отвечал. Однако Бабылев, сидя в ресторане и напиваясь, в ус не дул. Он был уверен, что завтра все образумятся. Приползут обратно и на коленях будут просить принять их на работу. И вот наступило завтра. Олег приехал в офис, а голова его раскалывалась от выпитого. Затем голова его стала болеть и от происходящего. Офис был пуст. Обычно к приходу начальника там уже суетились люди, но теперь в каждом кабинете стояла мертвая тишина. Мужчина даже перепроверил часы. Мало ли они перевелись или еще что. Но нет, ошибки не было. Олег прошел в свой кабинет, по пути заглядывая в каждый угол, надеясь заметить хоть одну живую душу. И вот, забросив пиджак на стул, он увидел на своем столе какие-то документы. Нахмурив лоб, он взял неровную стопку в руки, изучая первый лист, затем второй, третий, четвертый. «Сукины дети!» Вспылил он, кинув бумажки в воздух. Все это были заявления на увольнение. В каждом из них его, Бабылева, такого распрекрасного, чуть ли не проклинали и винили во всех смертных грехах. И штрафует он несправедливо и увольняет незаконно. А их менеджер Артем и вовсе глумился, написав, «Прошу уволить меня по причине того, что наш начальник Бабылев Олег Павлович оказался редкостным козлом». Олег схватил телефон, начал звонить всем без разбора, но тщетно. Сотрудники не брали трубки. Только Вика ответила. «Вика, где все?» Орал он в трубку. «В декрете!» Фыркнула Виктория, а затем раздались короткие гудки. Дальше хуже. В офисе стали звонить телефоны. Они трезвонили и трезвонили. Голова Олега была готова расколоться, словно арбуз. И тут в кабинете появился он. Главный директор и основатель клевера Лев Николаевич. Лев думал, что оставил бразды правления в надежных руках, ведь за Бабылева поручились хорошие люди, да и послужной список у него был солидный, а ему надо было срочно уехать. Однако это была ошибка, которую Льву пришлось исправить. Мужчина очень удивился, когда, вернувшись, застал пустой офис. Разве что перекати поле не бежало между рабочими столами. Льву даже стало боязно. Он словно оказался в дурном сне. Никогда его детище, даже у своих истоков, не было таким тихим и мрачным, словно город-призрак. В нем всегда кто-то болтал и смеялся, царила дружественная атмосфера. Лев сразу пришел в кабинет зама, застав его на месте в ужасном состоянии. Мужчина был в мятой рубашке, от него разило перегаром. Бабылев вскочил. «Вы, ну как? В смысле, вы же собирались вернуться через месяц?» кивнул мужчина. «Мне позвонила Виктория и сказала, что мое присутствие здесь необходимо. Не обманула». Он хмыкнул, а затем сурово глянул на зама. «Итак, где все?» спросил Лев напрямик. «Неужели ты за год разрушил все, что я строил десять лет? Как же твои отчеты о процветании?» Дрожа от страха, Бабылев взаюлил. «Я не виноват. Отчеты верны. Клиенты довольны. Их все больше. Но случилось непредвиденное. Эти ублю работники подставили всех нас». «Очень странно», — покачал головой Лев, изучая заявления своих сотрудников. «Большую часть персонала я знаю лично, а вот вас только по чужим словам. И, судя по этим заявлениям, проблема не в них, а в вас». Он внимательно посмотрел на Бабылева, который стер с олба мигом выступившую испарину. «Знаете, о чем я думал, когда создавал Клевер? О том, что моя компания будет одной огромной семьей. Такой уж я человек, который ценит семью выше всего иного. Ведь в такой атмосфере, словно в плодородной почве, растут лучшие идеи. В ней цветет творчество, понимаете?» Заявил Лев Николаевич. «И мне кажется, в нашей семье вы не прижились, Олег». Так генеральный директор вынес свой вердикт, откладывая бумаги в сторону. Затем он пригласил Вику, попросив ее обзвонить и вернуть всех сотрудников. Она справилась с задачей быстро. Работники Клевера приехали по первой просьбе. Они охотно рассказывали директору про свою жизнь под новым началом. Последней появилась Светлана. В отличие от других, она выглядела смущенной и сбитой с толка. Все это время Света сидела дома с мамой и думала, как жить дальше. Дело в том, что ее жених не ушел от беременной невесты. Нет, Женька очень любил Свету. Однако он погиб, оставив ее с ребенком под сердцем. Проблемы пары начались с самого начала. Родители Жени были против их союза. Они были людьми богатыми, знатными и даже подготовили невесту для единственного сына и наследника. Поэтому для них стало шоком заявление Жени, что он женится по любви и на свете. Светлана была из обычной семьи. Растили ее женщины. Бабуля-пенсионерка и мать, которая работала продавщицей в мясном отделе супермаркета. Дед умер, когда Светик была малышкой, а папу она не знала. Конечно, потенциальная свекровь, узнав родословной невестки, едва не посидела. «Не бывать такому!» – заявила она прямо. «Ты хоть знаешь, кто отец Олега? Тебе что-то говорит его фамилия?» «В нашем роду были знатные люди. Наше имя вписано в историю. Не будет мой сын якшаться с безотцовщиной и дочкой женщины, пропахшей свининой». Слова женщины очень задели тогда Светлану. Однако Женя, несмотря на истерики матери, ее угрозы лишить его наследства, все равно остался со Светой. Он ушел из дома, начал работать на стройке. Работа в руках парня спорилась. Казалось, что у них все получится. Только вот Женька погиб. Несчастный случай на работе. Когда новость эта дошла до родных Жени, все обвинения посыпались в адрес Светы. «Это ты во всем виновата! Все из-за тебя!» – визжала мать погибшего. Она даже бросилась на Свету, чтобы расцарапать ее лицо, да супруг удержал. «Не пачкай руки об нее!» – сплюнул он на землю рядом с ногами Светы. Света, и так убитая горем, не могла найти себе места. На похороны жениха ее даже не пустили. Она пришла позже, когда все ушли, легла на могилу и рыдала, рыдала. Увы, но Света не рассказала о гибели супруга никому из коллег. Она просто взяла отпуск на две недели за свой счет, а потом вернулась, как ни в чем не бывало. Женщина, которая всем старалась помочь, никогда не требовала чужой поддержки. А потом, спустя месяц, она узнала, что ждет ребенка. Она не сразу поняла это, потому что была уверена, цикл нарушен из-за нервов. Она постоянно плакала, когда никто не видел. Даже на работе она улыбалась коллегам, старалась брать на себя больше дел, чтобы отвлечься, но стоило ей остаться наедине с собой, как она начинала рыдать. И вот она увидела тест. Заветные две полоски. Она сделала еще несколько, там же на работе, не в силах ждать вечера. Новость одновременно пугала ее и дарила крылья. Частичка Женьки у нее под сердцем. Но справится ли она? Мама утешила ее, сказала, что поможет. Вместе они справятся. Только вот жизнь подставила очередную подножку. В лице Олега. И вот Света очень удивилась, когда ей позвонила Вика и рассказала о том, что происходит в офисе. А потом ее номер набрал сам Лев Николаевич лично и пригласил в офис. «Света, здравствуйте!» Улыбнулся ей мужчина при встрече. «Говорят, что из-за вас бунт начался на моем корабле, верно? Как война из-за Елены». Девушка вспыхнула и выпрямила спину. «Я не могу согласиться. Все, что я делала, выполняла свою работу. И устроилась я давно, задолго до беременности». «Я вас и не виню», — смутился Лев. «Наоборот, я хочу загладить вину. Дело в том, что я знаю о вашей деликатной ситуации. И у меня возникла идея». Света напряглась, но Лев Николаевич смог ее удивить. «Может, нам следует организовать детскую комнату в офисе?» «Чего?» — моргнула она. «Я слышал от остальных сотрудников, что порой им некуда отвезти ребенка. В садике бывают карантины, либо более взрослых детей надо занять хотя бы на пару часов. Я и задумался, что если создать нечто вроде детского сада. Знаю, что за границей с 2011 года реализуется программа на работу с ребенком, и я хочу взять ее за основу. Следует нанять няню и... «Но какая вам выгода?» — ахнула Света. «Поверьте, выплачивать зарплату няне или педагогу куда выгоднее, чем распускать ценных сотрудников. Да и для имиджа компании это пойдет на пользу», — честно признался Лев. «Представляю, как расцветут наши социальные сети. Да и офис можно украсить детскими рисунками, добавить игры в зону отдыха». Мужчина говорил и говорил, строил планы, а Света только рот открыла от восхищения. И вот в итоге Лев признался. «Я бы хотел поставить вас во главе решения этой задачи. И да, это повышение. Вы согласны? График у вас будет свободный, чтобы хватило времени на посещение врачей». Света улыбнулась и кивнула. Конечно, она была согласна. На глаза ее даже навернулись слезы. «А что с Олегом Павловичем?» — опомнилась она, не желая больше видеть того человека. «Каким Олегом? Не знаю таких!» — весело махнул рукой Лев. Так жизнь в агентстве «Клевер» снова наладилась, а небольшой корпоративный детский сад, организованный прямо в офисе, стал примером для остальных компаний. Лев оказался прав. Даже новые клиенты косяками спешили в их агентство, беря с собой детей, зная, что тут они никому не помешают. Наоборот, им будут рады. Также Клевер стал использовать некоторые детские идеи и их непосредственный креатив в решении рекламных задач. Это было свежо, интересно и встречалось публикой на ура. Света так и оставалась во главе проекта. Даже когда она родила ребенка, дочь Машулю, она смогла остаться в коллективе. Работу она искренне любила. Спустя четыре года Света снова вышла замуж. Вика изменилась, она исправилась и стала лучшей подругой Светика, а ее мужем спустя время стал Лев Николаевич. Секретарша и босс, ну какое же клише, зато жили они долго и счастливо. Что касается Бобы Лева, то про него больше никто и никогда не слышал, да и не хотел. Академия Академия